Короче, не везет нам с румпелями. У нас старый руль, полива тем, что у него удлинитель у румпеля отсоединялся от самого румпеля. И вот новый румпель, вот дырка здесь, а вон Олега сам удлинитель. Поэтому приходится сидеть в такой поте. А это удлинитель уже. Пытаться управлять. И черта не видно, кто тут происходит. Но я надеюсь, починить нас получится. Ну что, вот такая вот система крепления узпроездских удлинителей румпеля. То есть здесь канат, обмотанный пружиной. И канат впрессован в отверстие об румпеле. В прошлый раз он у нас просто вылетел. Как я понимаю, он был изначально проклеен. Вот, поэтому сейчас у нас будет следующий ремонт. Зальем резиновым клеем. Это не твое, Олег. Зальем резиновым клеем и вставим обратно. Вот такая система Олежка тут. Уже привык играться с этой штуковиной. Наконец-таки перчатки нам понадобились для чего-то другого, кроме как сходить в магазин и защититься от коронавируса. Это обезжириватель, да? Да, это обезжириватель. Чтобы клей лучше схватил, соответственно, нужно обезжирить поверхность. Да, пальцы, конечно, не влазят. Поэтому, как я буду туда клей помещать, я не представляю. Мне кажется, туда просто залить, нет? Ну да, я каплю туда чуть-чуть клея. Или обмажу вот эту часть. Вообще, по-хорошему, там бы сделать что-то насквозь и какой-то болт. У нас была такая система на старом румпере. Но этот болт, в конце концов, перетерся и отвалился. А так как сделан из нержавейки и вытащен специально под размер старым хозяином, я так и не смог, ну, в принципе, не очень это и хотелось, сделать полноценную замену. Ну, вот этот вот новый румпель с удлинителем сколько нам прослужил? Ну, сезон прошлый. Ну, не весь сезон. Он где-то в середине, да, пришел? Ну да, где-то так. Мы его заказывали вместе с рулем. Кстати, рулевое перо новое так и не поставили, потому что поняли, что старая, в принципе, со своей задачей справляется. Даже больше того, старая сделана более удлиненным, поэтому оно лучше держит крына и на крынах лодку лучше управляется. С маленьким нас бы просто разворачивало бы гораздо в меньшем градусе, чем с этим. Итак, я взял резиновый клей. Почему резина? Ну, потому что здесь вода постоянно. Резиновый клей как раз умеет склеить ПВХ и железо. А сам румпель у нас у нас чего? Сам румпель алюминиевый. Но внутри там, по-видимому, залит этим стеклопластиком. Ну, эпоксид какой-нибудь, еще чем-нибудь. Дай, пожалуйста, папочки. Ну, нам задердевает он не так быстро. В инструкции к резиновому клей написано, что подождите 5-15 минут. Так что ничего страшного не произойдет. А жара имеет ничего? Нет. А лишь не трогай там. Матература значения не имеет. Поэтому сейчас пойдем пить чай, а потом буду все это включивать. Тебя поснимать, да? Ну, правда, встреча нам. Обсуждаем под парусом или под мотором будем выходить. Вообще, конечно, все, кто бережет свою яхту, это делают под мотором. Но мы стоим среди спортивных яхт. И когда все вокруг, ну, не все, конечно, некоторые виртуозно швартуются под парусом. Дурной пример заразителен, я так скажу. Ну, сейчас будет процесс вкручивания. В воду? Ага. Ну как, по-моему, она не входит. Сейчас вкручивается. Вот это самая сложная, на самом деле, задача. Конечно. Смотри, ути приплыли, Олеш, ути. Посчитай. Они пришли в надежде, что мы их чем-нибудь подкормим. А мы взяли им что-нибудь? Нет, мы ничего не взяли. Вот. Теперь этот канат. Оттуда можно заделить? Да, вон может. Подожди. Ага, вот его видно. Да, он до конца не зашел. Так-то он изначально был полностью. Но больше это нужно менять канат. Пусть при этом он полной длины был, они просто впихнули и отрезали. А мне приходится работать с тем, что есть. Но я вкручу туда бинт, и он будет расширителем. Благодаря этому... Ты его не вытолкнешь? Кого? Обратно. Нет. Я смотрю, мы в прошлый раз избаловали уток. Они все приплыли. Там еще вон. Утки ныряют. Утки ныряют. Смотрите. Утки ныряют. Обалдеть. Я первый раз вижу, как у тебя ныряют. Утки ныряют. Вау. Утки ныряют. Олег, что значит отдай? Утки ныряют. Смотрите. Мама. И теперь мы готовы отходить. Они открывают. Да? Да. Сейчас идем. Как оказалось, мы сделали не все. А это что мы будем делать? Веревочкой. Веревочкой нам нужно закрепить как-то румпель к рулю. Да, у нас румпель, он подъемный. Не румпель, а рулевое перо. И, соответственно, у нас есть дырочка для одной веревочки, которая его притягивает к положению вертикально. А есть другая дырочка, которая, соответственно, поднимает с той стороны. Так вот, второй веревочкой мы не пользуемся, так как он очень жестко ходит там. Но из-за того, что он все-таки ходит, приходится его притягивать к вертикальному положению. И эта веревочка в прошлый раз оторвалась. Когда мы налетели на мель, румпель, рулевое перо начало подниматься от дна. Соответственно, нагрузка была очень большая, веревочка старенькая, веревочка оторвалась. Штатная ситуация для поведения такой веревочки. В стадии горения не довожу, я их просто припаиваю. Олеж, не балуйся. Ребенок осваивает ножное управление яхты. Одной левой. Олежа, слезь, пожалуйста. Слезь, пожалуйста, на сиденье. Я вижу, что ты позируешь. Ну посиди, посиди там. Как я говорю, рулевое перо очень жестко ходит. Мне его нужно поднять, поэтому сейчас буду колхозить. Вот оно, отверстие для поднятия оглевого пера. Олеж, ну положи на крышу там рядом. Положи там, пожалуйста. Завязал булин, который мне поможет его на себя потянуть. Олеж, держись. А, веревка тянется. Мне на самом деле нужно совсем чуть-чуть. Вон там видно облевок веревки. Но чтобы эта дырка была доступна мне для работы. Пошло, теперь я вижу дырку. Вон там, видите дырочку? Вот она, опять она ходит. Выглядывает дырочка из-под... Как она называется штуковина? Ой, я даже не знаю, как он правильно, потому что называется. Ну как он называется? Когда я покупал руль, меня спрашивали, как его делать. Я не помню, как его называть правильно. И сейчас ты будешь туда вставлять дырочку? Я уже когда вставила, теперь свяжу. Ты не снимай целиком там все. Ну да, он снимается в положении, когда ходит. Так, теперь магические действия по опусканию. Вот физически это очень тяжело сделать. Но когда налетаешь на какую-то мель, он очень легко вскакивает на дыбы. Так, ну что. Ну все, и приматываю, чтобы не поднимался ни румпель, ни рулевое перо. Ну и, конечно, дырочка наверняка порвется в случае следующего налетания на мель. Ну мы постараемся... Ди налетать. Да. Мы пользуемся тем фактом, что наш швертгод, не сильно заботимся о глубине. Когда мы себя купим перегон, мы, конечно, будем более внимательно к этому относиться. Да, швертгод, конечно, в этом плане очень удобная вещь. Так, Олег настаивает, чтобы я его взяла к себе. Поэтому... Ты обуваться хочешь? Да. Ну ладно.